Украинцы призывают приобщаться к восстановлению украинских лесов. Как написала на странице в фейсбук исполняющая обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич, 21 марта в Международный день лесов в Украине стартует акция «Будущее леса в твоих руках». Лесокультурная кампания подразумевает высадку новых деревьев. Готовиться к ней Гослесагентство уже поручило областным властям. Напомню, в конце прошлого года Агентство лесных ресурсов разработало ряд мер по ужесточению ответственности за уничтожение деревьев. Штрафы за незаконную вырубку леса должны вырасти в 10 раз. Одесский горзелинтрест бьет на бат. Как пишет Думская.нет, коммунальщики не в состоянии справиться с задачей по озеленению города. Проблема не в том, что нет денег на саженцы. Нет самих саженцев. Точнее, их просто негде выращивать. Питомники в селах Мирное и Александровка разделены на паи. И горзелинтрест более не может распоряжаться этими территориями. Как отмечают в руководстве КП, на сегодняшний день предприятие не в состоянии обеспечить даже 1% потребностей города в зеленых насаждениях. Напомню, недавно сессия городского совета приняла программу озеленения города на 2017-2020 годы. На нее планируют выделить 210 миллионов гривен. Жильцам квартиры, которую задел пожар в лотомаркете на Тираспольской, ЖЭК не будет оплачивать ремонт. Как сообщает Думская.нет, людям выдали акт о причиненном ущербе и рекомендовали обратиться в суд с иском против лотомаркета. Как отмечают коммунальщики, квартира приватизирована, и ЖГС Фонтанский не имеет к ней никакого отношения. При этом КП обязана привести в надлежащий вид пострадавший в результате пожара подъезд дома. Но когда это произойдет, неизвестно. Денег на ремонт в ЖГСе нет. Напомню, вечером 1 марта неизвестные бросили в помещение лотомаркета несколько бутылок с зажигательной смесью. Болельщики одесского черноморца не хотят возвращения в клуб бывшего капитана команды Артема Филимонова, который намерен вновь перебраться в Одессу из львовских Карпат. Как пишет Думская.нет, в начале этого года он покинул черноморец на правах свободного агента и теперь, по информации многих СМИ, передумал выступать на Львов арене. В аренде полузащитника якобы заинтересован тренер моряков Александр Бабич. В связи с этим Ультра с одесской командой обратились в редакцию Думской с просьбой дать им возможность публично высказать свою позицию относительно возвращения Филимонова. По мнению фанатов, футболист сделал свой выбор, покинул черноморец в трудное для команды время. И сделал он это, считают Ультра, с руководством с финансовой стороной вопроса. А потому для одесситов Артем Филимонов навсегда вычеркнут из списка любимцев трибун. Заявление без правок и купюр опубликовано на сайте Думская.нет. Его также разослали тренерскому штабу черноморца и руководству клуба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова